друзья мои но сегодня 10 число второй ролик вышел я голубей не поднимал ну погода не такая уж хорошая часть не знаю зацеплю его вот как как не падает 1 2 вроде не копчик это голуби то есть тумане и наверху есть голуби я сегодняшний ролик выкладывал я говорил что голуби я уже их как бы спецом не поднимаю наех цепляю или нет но тех должен зацепить уже солнца нету солнце уже давно ушло вот один вот идет какие чё вот идет на посадку голод должен снимая мутно показывать были идет на посадку голуби но это шкетов вот голуби летает вот которая внизу как бы ну видите не дикарят это мелочевка но на улице не буду выходить видите раскрывается играются борис дорогой то мой вот объясни как понять если голуб начинает дикарить то он потом начинает дикарем летать это есть то у нас летчик при необходимости один раз пикировал на самолете то он всю жизнь начинает пикировать наш нож ей бога взрослые люди пора уже там грамотные вещи говорить голубь дикарит момент когда есть опасность если мозгов хватает у этого голубя то значит он должен дикарить если он не дикарит копчик подошел его взял и ушел но если вы считаете что это птица умная птица да ради бога держите таких умников знаешь такую умную птицу это ваш выбор это не моя птица голубь если есть я сколько раз моих роликах показывал резко начинает дикарить значит есть опасность начинает закрываться как появляется сапсан он к закрывается пикирует как сапсан пикирует точно так же голубь пикирует он себя спасает на это вот из мелочевки арман это по моему одна гнездка которая тебя со всей верхних я не сниму максимум двоих я зацеплю зацеплю их нельзя цеплю на них где-то пол лета там еле мелкается вот на них я направляю если зацеплю это будет . эти вот приспускается опять уходит вот эти на хвосте это пескуны мелочевка что что такой камера поганым показывает мутнеет да вроде сейчас открылся голубы во время опасности он дикарит когда надо он пикирует камнем вверх падает но не ждет что его взял а когда нормально но просто танцует этот голубь небе вон на какой высоте 6 если я их зацеплю часть я дать это камера либо из тепла холода нам мутнеет еще не привыкла как бы попробуй на такой высоте да вроде должен показать не знаю мутно или не мутно ну вот а стайка выше то это мелочевка внизу сейчас я зайду очки возьму как замечательно полчаса ролик снимаю на паузе даже чё говорил что не говорил я уже не знаю но походу ничего не говорит тут четыре минуты зашел наверное домой очки взял вышел начал голубей снимать у меня получилось чтобы я с паузы не снимал и вот на паузе ну да старость не радость на паузе я снимаю не знаю сейчас давай еще раз провели как там ну как бы все эти голуби были наверху все они спустили суши как это столько время я на паузе снимали он те двое наверху есть те вообще в точке были сейчас вот приспустились они вот тут один бандит мой который с от это до разорванным зобом был тоже приспустилась даже уже не интересно получилось потому что ну наверное минут двадцать я уже ролик снимаю на паузе такой тоже попадается думал снял с паузы хорошо что посмотрел что не пиликает чтобы не было ну вкратце что я говорил сейчас двух словах повторю это был такой спортсмен брызли вот у него есть такие такая фраза ягод я не боюсь того спортсмена который знает 10 тысяч ударов я боюсь того спортсмена кто один тоже самый удар 10000 раз повторял это я к чему говорю потому что очень часто ребята хотят там чтобы у них тоже самое было что также ну как друзья мои только четверть века волгограде не считая то что я голубей держал кого че только в этом городе это птица не дня в заперти не сидела тут не десять тысяч раз сотни тысяч раз одну то же самое повторяли вот этих копчиков у них генофонде миллион раза не видели то есть там это чистые это да там и тоже горит тетерятник нырнул голубей поднял точку вот он внизу ждет голуби у нас умные но почему-то спускается у них берет друзья мои ну не обижайтесь на умные голубы он и спокойно спускается сверху просто как сапсан крылья закрывает и пикирует низ в общем скорость бешеный получается ни один тетерятник не с турбо движком не с этим не сфорсирован движком не поймайте его не переживайте то есть ну в данном случае мать и наслышан очень наслышан много наслышан на такой птицы а супер птицы наслышан и то что там вот боимся 8 утра уже поднимает потому что птица ночь остается и потом когда приходишь говоришь подними если хоть один поднимется когда сто пятьдесят двести голубей вот по двору ходит знаешь и вот эти голуби же там ты чё здесь уйдут ночью останутся в общем я бы подними если хоть один оторвется плюм мне в лицо поднимает ни один не поднимается а как ты узнал я бы я узнал элементарно если это птица гонна и у тебя голуби открыты у тебя в небе обязательно голуби должны быть 200 штук будет ходит по земле ни одного в небе нету как это понять мать и ну не в обиду но все вот эти мелочевки до единого ждал нам давно прошли ничем не удивить и вот ей богу ничем не удивить и удивить и если покажете красивую птицу в небе вот эти можете удивлять вместе конечно удастся а так вот я всегда говорю по этим ну считайте что я глухонемой я не слышу и не разговариваю я люблю только видеть то есть голубей подняли я увидел голубей подняли вася увидел петя увидел зачем они столько рассказывать какие они там супер ну голубу сам же в состоянии доказывать что он супер не надо ничего не рассказывать ему надо просто отпускать даже поднимать его не надо он сам сорвется уйдет голубу поднимать даже не надо если эта птица летная гонная птица сам сорвется и пошел вверх 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 ну вот те чуть-чуть приспустились и опять улезли еще и наверху из голуби их я не поднимал это я говорю я вышел смотри летают там толпа была целой пошел очки взять чтоб снимать ну вышел с пауза не снимал получается такая песня то в ю тубе из ребята по моему руслан пишет и тут вам задали вопрос а вы такие прошлом ролике так и не ответили дорогой мой у меня там их более 80 только советов несколько сотен роликов на каждый ролик я и в мороз и в холод и в дождь на улице находился ездил специально лекарства покупал ездил то сделал прикормки сделал показывал все это да то есть только я времени потратил именно для вас ну уж не обремените себя то там у сидите там чашку чая возле компьютера включите ролик посмотрите внимательно слушайте и тогда поймете при каких признаках какое заболевание может быть это вот этот бандюга мой при какой заболевание какие признаки начинаются потом чего превращается лучше я буду каждому отдельно все это рассказывать но совеста тоже надо иметь чуть-чуть надо самим тоже потрудиться есть такая хорошая поговорка говорит надо человеку дать удочку а когда человека даешь и удочку и рыбу никогда рыбаком не станет так что удочку у вас есть есть желание рыбу ловить открываете смотрите берете дневник журнал что услышали что поняли записали для себя потому что я говорил там до сих пор мне ребят как бы там созваниваются сообщение пишет но это же будет до поры до времени я сказал год все дальше я завяжу это дело я год моей жизни потрачу на это я же не буду всю жизнь сидеть на ваши звонки или на ваши сообщения отвечать мышь есть все это надо самим научиться держать это вот этот ведь я вместе с ним поднимаю камеру чтобы все пошел на посадку это вот этот который зуб разорван голубь теперь этих подождем чтоб тоже приспустились так что самим тоже над друзья мои что-то делать не все же я должен за вас сделать меня и так объяснила как красиво тянет наверху но это опять же на камеру ничего не видно на месте надо видеть вот снимал сегодняшний ролик было солнце опять вот покрывает туманом солнца нету но голуби летает да и туман для голубей опасен не в том случае что голуби туман теряется а в том случае чтобы сапсана зрение лучше чем у голубя и в тумане у него есть преимущество он голуби видит чуть раньше чем голубь его то есть тем более эта птица работает чистая на мгновенные атаки резкая атака взял-взял нет нет то есть у голубей но меньше шансов чем ясную погоду идти пальцы уже замерзли кто-то по моему рамурная голубка или желтая голубка по моему желтой голубки рамурная даже не знаю сейчас чуть-чуть отдалю я тебя что чтобы он не на месте это вот тот голуб когда вот орловцы приехали я его поднимал снизу он ни разу тогда не играл когда сапса наверху был чистый дикарил ну как наверное дикарем опять стал так что более дорогой ты мой голубь дикарит при опасности только при опасности умный голубь дикарит глупый голубь не дикарит он как летал так и летит короче подходит его подмышкой уходит вот этот тот голубь который дикарил совершенно по-другому и тогда когда атака закончила они опять вот идет на посадку опять тянет себя сейчас открыли закрывает идет идет сел молодец те там наверху не знаю я цепляю или не цепляю сейчас попробую но я на них направляю нет я их не зацеплю наверно а нет зацеплю по моему мелкается на высоко невысоку там еще выше есть голубей чтоб пикете есть их вообще не видно а ешь камеру в этот сейчас я приближу отдалил от себя думаю чушу не показывает он должен вроде показывать да вот они голуби эту мыка и смыкает ну а реальная высота вот они нет их этих я не буду я ждать уже 16 минут и так прошел пойду я сейчас поляш голубя дни свет ключов пусть зайдут уже пора ну чё друзья мои гоняйте не придумывайте и запоминайте одним днем ну вы ни к чему не добьетесь какая была желание не было все равно на все это нужны годы 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 усердной тренировка друзья мои удачу гоняйте хвастаться это плохая штука не надо хвастаться над показывать многие у меня сын такой у меня отец какой разницы какой но покажите там какой это будет правильно удачи вам друзья мои